Иишнала, друзья, спасибо, что включили это видео, с вами Лунный Монах. Предупреждаю, что дальше могут быть спойлеры. Как изначально говорили Blizzard в своих интервью, у них не было плана вводить Бувансамди в лор Тёмных Земель. Но из-за того, что Тодд приглянулся сообществу, его решили оставить и сделали с ним одну из основных сюжетных частей истории Орденвельда. Сегодня об этом и пойдёт речь. О, у тебя нашлось время заглянуть ко мне. Не знаю, как вы, а я вырос, собирая покемонов и прочие карточки с героями мультсериалов и игр. С тех пор ничто меня действительно так не цепляло, как Raid Shadow Legends, его коллекция из 500 чемпионов. Каждый из которых со своими способностями и артефактами, и каждого можно потестить в битвах. Играть в Raid можно как на мобилке, так и на ПК, и как и мобильная версия, игра абсолютно бесплатная. Если у вас скопились чемпионы с плохими характеристиками, их можно распылить и повысить ранг своих лучших чемпионов. Давайте прямо сейчас откроем несколько осколков и посмотрим на выпавших героев. Так, давайте распылим вот этих зелёненьких, чтобы моя лазурная леди засияла поярче. Также здесь можно участвовать в битвах с клановыми боссами вместе со своими друзьями и выбивать мощные артефакты. Ещё можно сражаться против других игроков в битвах на арене, это моё любимое. Ну а самое интересное, Raid только что выпустил огромное обновление для чемпионов, в котором были перенастроены и перебалансированы более 20 разных чемпионов, чтобы сделать битвы на PvP-арене ещё более соревновательными. Ну а если этого недостаточно, то уже совсем скоро будет открыта новая локация кузницы, так что теперь вы можете сэкономить время и сразу же начать создавать высококачественные артефакты. Так чего же вы ждёте? Прямо сейчас переходите в описание под видео, качайте рейд только по моим ссылкам и как новый игрок получайте 3 древних осколка, запас энергии, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона с законницу в качестве бонуса. И поторопитесь, бонус будет действовать только следующие 30 дней. Скоро увидим. Ну же, бери камень смерти и отправляйся ко мне на ту сторону. Нечего тут трусить. Всё! И с духами Лоа в Орденвельде творится что-то странное. Проверь-ка, что с ними не так. Ага. Дракари поклонялись Таронже, а потом предали его. Нелегко в наше время найти хороших последователей. Мамтод заслужил немного покоя. Ох, и не повезло ему тогда в Зулдраке. Дамбалы нет. Осталась одна оболочка. Надо поскорее найти Хакара. Хакара тоже нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как плохо. Это очень-очень плохо. Какая маска. Здорово выглядишь. Прямо как я. Хм. Тот, кто оставил эти следы, куда-то сильно спешил. Как же мне не нравится всё это. Следы ведут вперёд. В другую рощу. Ну, чувак. Это же знак Мвизалы. Нет. Нет, нет, нет. Это что выходит? Босс за всем стоит. Старый хитрый Ло зашёл слишком далеко. Он хочет иссушить семена, оживить Хакара и наполнить его тёмным Моджа. Видишь, какую силу я даю последователям? Вон сам Ди. Зря ты решил предать Мвизалу. Теперь мы враги. Вредный старик Мвизала оградил своих Лоа, чтобы те набирались сил, питаясь от диких семян. Хе-хе-хе-хе-хе. Хотим справиться с Мвизалой, надо просить о помощи королеву Зимы. Сделал для Вон сам Ди. Превратил из лица Лоа. Дал ему силу смерти. И всё это он решил обвратить против меня. До меня он был ничтожеством. И скоро снова им станет. Двор ночи на твоей стороне. Ммм, не серчай, твое величество. Хе-хе-хе-хе. Я пришёл с миром. Нам надо действовать вместе, иначе Мвизалу не одолеть. Меня не волнуют споры между Лоа. Не втягивай, Орденвельд, в свои мелочные распри. Нет, нет, ты меня не так поняла. Оскрадёт Лоа из твоих рощ и... Чуть что, сразу бежишь к королеве Зимы? Какой же ты Лоа смерти. Заключаешь сделки, когда нужно просто забрать своё. Твоё время вышло. Ты растратил свою силу. Теперь Мвизалов придёт за своим долгом. Надеюсь, обойди ближайшие рощи, а затем найди Леди Лунную Ягоду в Тирнанохе. Кажется, мне придётся свести счёты с боссом. Раз и навсегда. Мвизала, конечно, силён, но за старину Бонсамди ты не бойся. У него ещё есть пара фокусов у рукаве. И всё-таки навестишь меня на той стороне, когда поможешь королеве Зимы. Ну так, по-дружески. Мы ещё с прислужниками Мвизалы основательно здесь укрепились. Помоги Дикой Охоте выбить их. Кажется, Дамбала тоже здесь. Нелегко сражаться с Лоа. Но у меня в запасе есть один трюк. Скорее, примени чары! В Ансамди шлёт смертных сражаться за себя. Я всегда знал, что он трус. С тобой не заслужишь? Волшебно! Королева будет рада узнать, что мы прогнали Мвизалу из Орденвельда. Мвизалу дорого заплатит за то, что натворил. Эти духи были под моей опекой. Что до Бвансамди, его судьба меня не заботит. Можешь помочь ему, если пожелаешь. А меня ждёт Орденвельд. Что интересно, вероятно, Бвансамди очень близко общался с Королевой Зимы и, возможно, их отношения разрушились и теперь Королева его ненавидит. Также мы узнали, что Бвансамди изначально был обычным жрецом, но после сделки с Мвизалой Бвансамди стал Лоа Смерти, а Мвизала стал его боссом. Подробности их разборок вы сможете узнать уже из следующего видео. Маска Бвансамди замолчала и мы должны узнать, что же с ним случилось. Чтобы не пропустить новое видео, ставьте лайк и колокольчик, подписывайтесь на канал. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok